Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают На такие приманки уже, мне кажется, мало кто плюнет. Моя сестра участвовала, насколько я знаю, в Туле живет. И чем дело кончилось? Плохо кончилось. А именно? Мы погорели все деньги. Скажите, если вам произошла возможность, вы бы участвовали в этом? Нет. Почему? Ну что, дур, что ли? Нет, не слышали ничего? Нет. На одну? На двое, на двое. Уже, пожалуй, около 10 лет. Слово «пирамида» у большинства наших граждан вызывает ассоциации, ну разве что, с единицким чудом света, либо просто с геометрической фигурой. Но никак не с экономикой. Однако эксперты предупреждают, помните про 90-е. Тех, кто любит делать деньги, но людских глупостей и жадностей меньше не стало. Кто-то, конечно, застоялся до поры до времени, кто-то сменил специализацию. Но до сих пор немало тех, кто любит делать деньги буквально из воздуха, создавая и даже сейчас финансовые пирамиды. Такое явление, как финансовая пирамида, существует ровно столько, сколько и сами финансы, а попросту говоря, деньги. Всегда находились доверчивые буратино, которых ничего не стоило убедить зарыть свои денежки в ожидании скорой баснословной прибыли. И в полночь ваши денежки заройте в землю там. И в полночь ваши денежки заройте в землю где. Как говорят экономисты, первые махинации с деньгами были отмечены еще в древнем шумерском царстве. Правда, изначально некоторые финансовые пирамиды задумывались как вполне честное предприятие. Например, панамская компания в 19 веке действительно создавалась для строительства канала между Тихим и Атлантическим океанами. И только когда выяснилось, что денег надо намного больше, чем планировалось, компания превратилась в средство для выкачивания денег из новых акционеров. Потом организаторы пирамид додумались, что деньги можно делать просто из ничего. Так, например, поступил в начале прошлого века американец Чарльз Бонце. Он убедил своих знакомых, что английские почтовые купоны, которые обменивались на обычную марку для конверта, могут приносить прибыль. Никто не спрашивал, как. Всех покорила ставка обещанной прибыли. 50% за полтора месяца. Очень громко разрекламировал. Значит, привлек своих друзей, друзья, еще своих друзей. И это как бы представил он как серьезный актив, финансовый актив. И, значит, вот в июле 1920 года, 1920 года, это получил такой размах, что только за один месяц эти купоны приобрели на сумму 250 тысяч тогдашних американских долларов. Однако финансовая пирамида Чарльза Бонце также быстро и рухнула, как только иссяк поток новых денежных поступлений. Масла в огонь подлил и один из бывших сотрудников, разместивший в газете статью, в которой была раскрыта схема, позволяющая выплачивать такие бешеные дивиденды. Появляются в обществе через СМИ, благодаря СМИ, кстати, здесь СМИ имеет очень серьезное значение, определенного рода публикации. Если до этого были заказаны публикации, которые восхваляли, то уже потом идут более-менее объективные или очень объективные публикации, народ начинает прозревать, и, соответственно, когда они уже начинают понимать, в какой ситуации они попали, то, соответственно, уже достаточно поздно. И по практике понятно, что после того, как финансовые пирамиды разрушаются, вернуть удается не более 15-18% денег. Остальные, как обычно, уходят. Ну а когда начинается процесс развала пирамиды, их так называемые акционеры начинают обращаться за помощью, куда только возможно, в прокуратуру и даже в правительство. Только мошенников к тому времени, как правило, и след простыл. Они не ждут, когда их обвинят в нарушении множества статей законодательства, в том числе и уголовного. Начиная с незаконного предпринимательства, 171 статья УК, 172 статья УК, незаконная банковская деятельность. Это может быть нарушение на рынке ценных бумаг. Это может быть, в конце концов, мошенничество, то есть банальное. Проблема в том, что пока вкладчики убегают от кассового окошка пирамиды со словами «куплю жене сапоги», а вечером на радостях с гордостью заявляют соседу, что они не халявщики, а партнеры, все всех устраивает. И подключиться правоохранительные органы могут только когда вкладчики перестают получать свои проценты. Но людям нужно всегда думать, что денег из воздуха не бывает. Здесь, правда, можно не согласиться с полицейскими. Деньги из воздуха как раз бывают, и это хорошо знают аферисты. Кроме того, они давно научились надежно прятать свои деньги. А точнее, деньги, уведенные у вкладчиков. Это американец Понси, тот самый, что разбогател на английском почтовом купоне, даже не пытался сбежать от правоохранительных органов. У его современных наследников их финансовые активы просто так не изымешь. Ну, невозможно вернуть деньги, например, с Каймановых островов. Куда они зашли. Потому что юрисдикция некоторых стран не позволяет этого сделать. Например, в некоторых государствах не считается мошенничеством ряд действий, которые считаются преступными на нашей территории. То есть это уголовное право, это очень тонкая материя, и не все страны готовы сотрудничать. Потому что доходы не многих, а не многих стран, достаточно маленьких, ну, типа республики на уровне, например, оно как раз лежит на том, что туда стекаются деньги с непонятного происхождения. В Тверской области до сих пор еще не все обманутые вкладчики смогли получить свои деньги. Офис общественной организации «Качество жизни», занимающийся в нашем регионе решением этого вопроса, просто завален исками и жаловами. Сейчас больше всего выплат идет по местным пирамидам. Росгострах Тверь и Росгострах Верхней Волжье. Но тут до сих пор немало бумаг и по структурам, названия которых гремели в 90-е, таких как «Русский дом Селинга», «Тибет» или «МММ». Вот я хочу вам показать вот это вот документы обманутых вкладчиков. Вот если вы посмотрите вот на другой стол, там тоже кипы документов обманутых вкладчиков. И вот напротив меня, на третьем столе, это у нас комната, в которой мы работаем с вкладчиками, тоже куча документов. Уже около 15 тысяч жителей нашей области получили компенсации на общую сумму 40 миллионов рублей. Есть те, кому в зависимости от размера вклада выдали 50 тысяч рублей. Однако в массе свои средние выплаты составляют несколько тысяч. Недавно свои 3 тысячи получил и Владимир Кобурнеев. В 90-е это были 3 миллиона рублей, вырученные от продажи дома в деревне. Я так подумал, что на эти проценты смогу жить, ну, не безбедно существовать. И проценты были хорошие. Я снимал проценты, радовался жизни. И наступил момент в один прекрасный крах. И сказали, у нас лицензию нашу отняли, лицензии нет, и ваших денег больше у нас нет. И я остался без ничего. Теперь ему только и остается вспоминать, как хорошо было иметь домик в деревне. Сколько всего таких жителей Тверской области, доверивших свои деньги аферистам от экономики, трудно сказать до сих пор. Такую статистику никто никогда не вёл, и её просто нет. И фирма, ликвидируясь, уничтожала всю свою документацию. Поэтому, по большому счёту, в таких вот особенно нелицензированных фирмах даже предположительно сказать нельзя, насколько людей кинули. По многим даже судебные процессы не прошли. Они исчезли, и всё. Многие даже заявления не написали. Сетуют Елены Юлегина, отмечая, что на территории Верхней Волжи функционировали представительства всех известных отечественных пирамид. МММ, Русский дом Селинга, Хапперинвест и другие. Многие имели офисы на центральных улицах. Как, например, Гермесфинанс, базировавшийся в этом ещё советских времён административном здании на Вагжановском переулке. Как минимум, вот 600 таких вот построений в России. Из них, ну, примерно, пирамид около сотни действовало в Тверской области. И вот вкладчикам примерно 100 пирамид мы выплачиваем. Практически все люди приходят и говорят, нас обобрали. Конечно, во многом люди виноваты сами. Ведь в начале 90-х, хотя рынок только зарождался, у здравомыслящих людей возникал вопрос. А на чём всё-таки эти пирамиды зарабатывают? Но большинство не утруждало себя доказательствами в том, что деньги вкладчиков инвестируются в эффективное производство или хотя бы в акции солидных компаний. То есть в то, что может дать возможность выплачивать обещанные высокие проценты. Любой коммерческий проект, после того, как собираются некие паи, собираются некие деньги, они обязательным образом вкладываются в какие-то очень серьёзные активы. Или это реальное производство, это оказание услуг, или в любом случае покупаются серьёзные ликвидные активы очень известных предприятий, которые потом дают гарантированный процент и, соответственно, эти проценты потом между всеми этими учредителями распределяются. А вот финансовая пирамида далека от всего этого. Они никакие активы серьёзные никогда деньги не укладывают. Кроме того, даже тогда, когда в России была огромная инфляция, нельзя было не насторожиться, глядя на те просто невероятные проценты годовых ставок, которые предлагались. Невольно напрашивается вопрос, откуда такая бешеная прибыль, сравнивая с доходами разве что от проституции, игорного бизнеса или наркоторговли. Я видела, как людям предлагали 800% годовых, 1000% годовых, 1200% годовых. Это вот у нас лежат документы по Тибету, по компании Тибет, 1200% годовых. Однако изрядная доля вины лежит и на государстве, которое должно было контролировать, но почему-то не делало этого. Может, потому что само стояло за некоторыми пирамидами? Достаточно вспомнить казначейские обязательства. По ним тоже обещали огромные проценты. Однако Россию ГКО довели до дефолта 98-го года. Ну как после этого доверять государству? Недоверие государству, неопределённое своим финансовым будущим, в том числе толкает таких достаточно разумных, трезвых людей опять попробовать, получить, может быть, какой-то шанс изменить своё финансовое положение. Тут как раз и появились финансовые пирамиды, о которых не знало, по сути, ещё советское население. Как они зарабатывали на хлеб с маслом себе и вкладчикам, как и тот самый американец Понсо, аферисты, конечно, не рассказывали. Но граждане поверили. В этом особую роль сыграла агрессивная реклама, играющая на психологии. Слоганы пирамид были соответствующие. Например, намерения, как воздух горчистый, от компании «Тибет». В роликах активно снимались любимые в народе персоны. Например, мексиканская актриса Виктория Руфа, более известная как просто Мария, и ставшая лицом МММ. Для привлечения новых вкладчиков организаторы пирамид использовали даже чисто советские символы. Вообще вот нет предела, конечно, цинизму. Например, была компания, которая называлась «Ленин». Они её там как-то переводили. Там «Ленинградская», там «Ну что-то такое», там «Компания по недвижимости». Ленин и люди, так сказать, вот тем не менее шли, вот видели, что что-то неладно, ну не может такого быть, но шли. С эпохи разрушения тех пирамид прошло уже 10-15 лет. Однако экономисту предупреждают, подобные структуры будут всегда, пока есть деньги или ценные бумаги. Мало кто знает, но то в одной, то в другой областях, в том числе и в Тверской, до сих пор регулярно возникают так называемые мини-пирамиды. Это когда какое-либо лицо начинает собирать деньги на занятия, припринимаясь к деятельности, и фактически не занимает деньги, не тратя на себя. Вот у нас такие люди примерно пару раз в год проявляются. То есть они совершают большое количество мошенничеств, достаточно большое количество эпизодов, количество эпизодов там 20-30-40 эпизодов. Вот мы их называем мини-пирамиды. Вот такая тема, кто имеет место быть. Ну что вызывает много вопросов, так это попытки возродить и крупные пирамиды. В начале этого года все отечественные СМИ сообщили о том, что самый яркий символ экономических авантюр 90-х Сергей Мавроди объявил о воссоздании МММ. Официально она называется МММ-2011. И расшифровывается «Мы можем многое». При этом ее организаторы не скрывают, что речь идет именно о пирамиде. Людей снова призывают обменять свои сбережения на некие теперь уже МММ-доллары, курс которых якобы будет постоянно расти. Причем в отдельных случаях аж на 20% в месяц. А значит и увеличивается прибыль очередных вкладчиков. Сам Мавроди, как и полтора десятка лет назад, на голубом глазу заверяет, что всем все выплачивает. И вообще выражает полную уверенность в своих силах. При этом организаторы МММ-2011 опять-таки предельно откровенны, говоря, что полученные от населения деньги не вкладывают ни в какие ликвидные активы. Доходы от них им кажутся ничтожными. А на вопрос, откуда же средства на то, чтобы очередной Лене Голубков купил жене сапоги, отвечают не менее откровенно. Прибыль только из одного, то есть от только одной из предшествий вкладчиков. Потому что это, еще раз я хотел бы повториться, это финансовая пирамида, в которой непосредственно нет никакого обеспечения. Более того, здесь нет никаких юридических лиц, обязательств и так далее. Кроме того, МММщики уверены, что им удастся опровергнуть все законы экономики. Ведь согласно им, любая пирамида рано или поздно разрушается. А процесс ее развала начинается с того момента, когда прекращается поступление новых средств. В МММ-2011 уверяют, что их структура сможет существовать в замкнутом цикле за счет одних и тех же вкладчиков. По опыту, люди, которые инвестируют свои средства в пирамиду и из этой пирамиды потом получают какие-либо дивиденды, постоянно приносят больше туда. То есть они возвращают свои средства и к своим средствам прикладывают еще какие-то дополнительные. Казалось бы, после таких откровений, после известных скандалов с Мавроди, который только вышел из тюрьмы, куда попал за свои подвиги в 90-х, невозможно найти новых дураков. Но психологи говорят, и сейчас будут те, кто понесет свои сбережения очередным мошенникам. Так как наступать на одни и те же грабли, это чуть ли не наша национальная традиция. Да и человеческая психика формирует защитный механизм, позволяющий забыть, как тогда было больно и обидно. Ну а некоторые просто искренне уверены, что уж в этот раз в дураках точно не останутся. Рискованно, но все-таки риск... Как говорится, никто не рискует, тот не пьет шампанского. Рынок акций, я немного сталкивалась с этим. Это немного такое рисковое, да, как бы вложение денег, и человеку дает определенный адреналин. Скорее всего, поскольку я расположена к различным рискам, то есть я бы, скорее всего, рискнула, но ненадолго. Да и вообще, многие наши граждане не могут избавиться от желания получить что-то задарма, по сути, ничего не предпринимая. Многим хочется чуда, быстрого обогащения. Ведь в пирамиды 90-х вступали даже те, кто имел хорошее экономическое образование. Мошенники отлично это понимают, расширяя свое влияние уже сегодня. Сейчас эти пирамиды распространяются, в том числе, через интернет. Это вообще играет на руку и одним, и другим. То есть у организаторов сохраняется анонимность, у участников тоже в какой-то мере. То есть я поиграю, может быть, я проиграю, ну и что? В конце концов, это анонимно и так далее, и так далее. Это облегчает. Однако в полиции напоминают, участие во всевозможных пирамидах, по сути, налоговое преступление. Ведь гражданин получает нигде не задекларированную прибыль. На самом деле, людям, которые участвуют в этой пирамиде, самим можно подъявить определенные претензии в плане участия незаконно-предпринимательской деятельности, потому что они не зарегистрированы в предпринимателе, а пытаются извлекать доход от системных финансовых операций. Если лицо стематически, на свой страх и риск занимается деятельностью, связанной с стематическим лечением дохода, эта деятельность является предпринимательской. И при отсутствии регистрации в качестве такого, такового, лицо не имеет права ссылаться на это. То есть у нас есть лечение гражданского кодекса. Сколько он за это ответственен? За незаконное предпринимательство? Там до пяти лет лишения свободы. Более того, многие эксперты высказывают предложение отменить вообще само понятие обманутой вкладчики, чтобы государство в лице других налогоплательщиков перестало им помогать. Особенно это актуально сейчас, когда население нельзя назвать наивными, неразбирающимися в рынке советскими гражданами, которых обобрали аферисты. Это твой риск. У государства наверняка совет не спрашивал лица, туда нести свои деньги или не нести. Ты решил, значит, и сами отвечай за свои, скажем так, деньги. И с другой стороны, когда правоохранительные органы начинают разбираться, то получается, что они как бы эти деньги, которые получали, выплачивали другим людям. То есть как бы прямым образом воровства как бы не было. Хотя, конечно, в борьбе со всевозможными финансовыми махинациями первую скрипку должно играть государство. Во-первых, создавая соответствующие законы. А с этим в России большие проблемы. Причем у многих складывается впечатление, что неспроста. В нашей стране до 2010 года была статья о так называемом лжепредпринимательстве. А Государственная Дума в 2010 году поправил кодекс, значит, и, соответственно, эта статья была убрана. Скорее всего, один из причин, почему эта статья была убрана из уголовного кодекса, это как бы на очень ранном этапе не дать возможность законодателю, как бы, ну, как вам сказать, помешать или уничтожить бизнес, который, в принципе, мог бы в дальнейшем развиваться, получать кредиты. Это, я думаю, что слабое объяснение. Этим решением Госдума развязала руки многим таким финансовым аферистам. Но в первую очередь уничтожить базу для создания пирамид может только конкурентоспособная экономика, когда граждане смогут самореализовываться, достойно зарабатывать. Создание таких условий – главная задача государства, чтобы у как можно меньшего числа людей было желание участвовать в сомнительных финансовых операциях. Когда экономика более-менее стабильна, основная масса людей, они заняты трудом, они имеют, они реализуют себя через свои профессии. Значит, и они прекрасно понимают, что, значит, то есть, как бы в некотором смысле им никогда об этом думать. Там более серьезно к этому относятся. А когда определенный экономический хаос, то, соответственно, людям надо куда-то деваться. Значит, и они как мечту цепляются на эти вещи. Значит, они идут. Это как бы последняя их надежда, последняя их мысль. Однако экономическое положение России далеко от идеального. Производительность труда в разы перед другим странам уступает. Предприимчивые граждане уезжают на Запад, так как здесь им не дают реализовать свой потенциал, да и уровень оплаты труда остается на низком уровне. Бизнес также развивается с огромным трудом из-за многочисленных административных барьеров и несовершенных законов. В итоге гражданское общество не знает, ждать ли ему вообще чего хорошего от будущего. Люди реально не видят перспектив будущего. Ведь наше поведение финансовое связано с нашими финансовыми представлениями о своем будущем. И если эти представления неблагоприятны или характеризуются неопределенностью, то это влияет на их поведение. Вот и неудивительно, что сейчас возрождаются финансовые пирамиды, которые по сути являются спутниками хаоса, а зачастую и его предвестниками. Ведь миссисипская кампания, разорившая Францию в 18 веке, по сути и привела к той самой знаменитой революции. А инвестиционный фонд американца Бернарда Мэйдоффа, кинувший, как говорят сейчас, американцев на 65 миллиардов долларов. Мэйдоффа два года назад хоть и посадили на 150 лет, однако США до сих пор не могут оправиться от того скандала, который, по сути, спровоцировал мировой кризис, не закончившийся до сих пор. Чтобы не спровоцировать свой внутрироссийский кризис, властям нашей страны также надлежит сделать соответствующие выводы. Ликвидировать пробелы в законодательстве, а также, самое главное, при этом модернизировать экономику. И делать это нужно нашим господам депутатам и чиновникам прямо сейчас. В противном случае этим займутся другие власти.